В финансах мы часто используем модели, чтобы начать из примера модели компании или финансовой модели компании. Давайте рассмотрим задание Astana Star. Это модель компании, которая устанавливает спутниковые тарелки. Открываем файл «Russ Satellite Dish Company». Увеличим. Вот здесь задача. Будем рассматривать бизнес-план, финансовая модель бизнеса в Excel и рост бизнеса. Сами прочитайте и будем отвечать на вопросы 1 по 9. Давайте сначала поговорим немножко про бизнес-модель этой компании. То есть, компания открывает офис, где, например, офисное помещение и склад. И арендует этот офис за 5000 долларов в месяц. Ну и разные там другие расходы этого офиса. И потом нанимает команду рабочих пару человек, которые, в принципе, ездят по домам и устанавливают тарелки. И они могут установить 100 тарелок в месяц. Да, там по 3 установки в день, если работать каждый день. Ну, может быть, там 2 смены и так дальше. Но в целом установка одной тарелки стоит 300 долларов. В это входит заработная плата этих рабочих. И разные дополнительные расходы. Может быть, там расходы на транспорт. Да, то есть, загружают компоненты в какой-то мини-ван. Приезжают на дом, устанавливают тарелку на крыше или на балконе. И все это обходится компанией в 300 долларов с одной тарелки. Но клиент сам платит только 50 долларов за эту установку. Почему? Ну, почему компания не просит клиента 300 долларов? Ну, может быть, тогда будет клиентов мало. Не все захотят заплатить 300 долларов. И компания знает, что основной доход это не с установки, а с программирования. То есть, контент, а не контент-провайдер, они предоставляют телевидение. То есть, клиент, если клиент доволен, то он будет каждый месяц платить за телевидение. А это уже прибыло, потому что компания платит за контент 5 долларов. Ну, еще 1 доллар тратит там на всякое обслуживание клиента. То есть, 6 долларов с клиента в месяц. А клиент платит 20 долларов. То есть, там маржинал высокая. 14 долларов компания зарабатывает каждый месяц с каждого клиента. То есть, компания знает, что если у нее будет много клиентов, то она будет зарабатывать много денег на предоставление контента, содержание самого телевидения. Поэтому компания хочет заинтересовать как можно больше людей, найти как можно больше клиентов. И она готова тогда понизить цену за установку на 50 долларов. Кстати, иногда компания вообще эту установку делает бесплатно. Но бесплатно, может быть, не стоит, потому что тогда будут заказывать люди, которые, может быть, просто видят, а это бесплатно, давай закажу, потом посмотрю, потом откажусь, потом не буду платить. То есть, компания где-то подумала, они решили, да, 50 долларов это клиент себе может позволить. Многие клиенты, у которых пока нет опыта за эту установку, они не знают, какое будет качество, будет им понравиться эта услуга. То есть, они вроде тоже рискуют, рискли, заплатили 50 долларов, надеются, что будут доволны с этой услугой. И поэтому компания нашла вот такой, такой свешенный, ну, взвешенный ответ на эту проблему. И решила брать с клиентов по 50 долларов. Конечно, чтобы, то есть, можно это считать, client acquisition cost, то есть, расходы на нахождение клиентов, да, или расходы на подключение вот этих клиентов. И один клиент, подключение одного клиента, тогда стоит компанию 250 долларов, да, 300 долларов компания тратит, 50 долларов она получает с клиента. Поэтому 250 долларов это цена за подключение одного клиента. Но если клиент доволен и остается с компанией там на долгие годы, тогда клиент каждый день, каждый месяц платит 20 долларов, и компания получает с клиента чистыми 14 долларов. Поэтому компании эти деньги, этих 250 долларов возвращаются. То есть, этих 250 долларов можно считать как инвестицию. И поскольку компания Office не купила, они арендует, их у них другие инвестиции в принципе нет. Да, они могут арендовать Office, арендовать там транспорт, этот минивен. Их основная инвестиция это как раз вот этих 250 долларов на каждого клиента, к которому они устанавливают тарелку. Так, перед тем, чем вот эту финансовую модель разработаем в Excel, иногда хорошо начать с бумаги. И давайте посчитаем, ну, там, посмотрим немножко там варианты. Давайте начнем с того, что посчитаем прибыл компании, если, например, у компании есть, скажем, 1000 подписчиков, да, клиентов. Так, 1000 клиентов. Значит, у компании то, что называем на английском revenues, да, revenues, это продажи, продажи. Так, это будет 1000, умножаем на 20, 20 тысяч долларов в месяц, да, в месяц. Дальше у компании есть costs, да, расходы или затраты. В данном случае это 1000 умножаем на 6, потому что там 5 долларов за контент и 1 доллар за обслуживание клиентов. Вот, 6000, 6000 долларов. И у компании будет тогда прибыл 14, 14 тысяч. Чтобы, это будет каждый месяц, да, подключение этих клиентов, да, подключение, то есть, одновременный расход в самом начале, подключение, подключение, подключение стоило 1000 умножаем на 250 долларов, да, 250 тысяч, да, то есть, чтобы покрыть эти 250 тысяч, вот, с этих денег нужно, мы уже видим, что нужно где-то, ну, 10 месяцев, это будет 140, ну, скажем, 20 месяцев, это будет 200, 280, да, примерно 20 месяцев. Но мы еще не учили фиксированные расходы, то есть, аренда офиса и так дальше, да, fixed costs, фиксированные расходы, да, они 5000 в месяц, 5000 в месяц, да, то есть, давайте тогда можем минусовать этих 5000 за 14 тысяч и чистыми мы получаем 9000, да, ну, это для варианта, что у нас 1000 клиентов, да, и тогда вот этих 9000, чтобы покрыть 250 тысяч, можем посчитать, можем посчитать, так, 250, 250 тысяч, делим на 9000, вот где-то 27 месяцев, да, 27 месяцев, то есть, при варианте, что я сразу нахожу 1000 клиентов, ну, это нереальный вариант, потому что компания сможет только 100 клиентов установить тарелки в месяц, но для, чтобы обознакомиться с этой проблемой, уже начинаем понимать, что зависит, вот здесь цифры зависят от количества клиентов, от, есть фиксированные расходы и месячные затраты, и компания выйдет привел на, если, если она удержит вот тех клиентов, которые подписались, если она удержит по, в данном случае, 27 месяцев, то она выходит уже на ноль и начинает уже зарабатывать привел, то есть, после, после 27 месяцев компания покрыла вот эти одновременные расходы и начинает, начинает зарабатывать прибыль, прибыль в, у нее в этом, в данном случае, 9000 долларов в месяц, да, вот, и это, это понимание, почему мы начали с бумаги, потому что это понимание нам позволяет построить модель компании в Excel, да, то есть, мы уже начинаем понимать, вот эти основные цифры и начинаем понимать то, что называем драйверс, драйвера, да, то, что, то есть, от чего зависит там сумма затрат, от чего зависит продажа, от чего зависит прибыль, как прибыль считаем, да, и начинаем понимать, что нужно время, чтобы выйти на ноль, и это как раз время инвестиций, инвестиций, да, это как можно, можно так на это посмотреть, инвестиции это когда компания вкладывает в то что находит новых клиентов она вложила деньги нашла клиентов если эти клиенты доволны если компания их сумеет удержать то эти клиенты каждый месяц приносит деньги но мы посчитали что каждый месяц они принесли 9000 то есть после фиксированных расходов 9000 долларов и за где-то за 27 месяцев мы возвращаем вот эти деньги и уже начинаем зарабатывать так давайте срекапитует срекапитулируем то есть вот мы рассмотрели рассмотрели вариант когда компания сможет подключить сразу в одном мгновении одну тысячу клиентов мы знаем что это нереально потому что подключение клиентов возьмет время они могут подключить максимум 100 клиентов в месяц но все таки для нашего понимания этих основных цифр давайте рассмотрим мы рассмотрели вот такой вариант когда сразу в один можно сказать так в первый день первого месяца подключается одна тысяча клиентов и уже можем видим что можем давать ответы на вопросы первый вопрос сколько месяцев потребуется для того чтобы проект совокупности стал прибыльным вот это этих 27 месяцев которые мы посчитали мы знаем что 25 месяцев нужно зарабатывать вот эту месячную привил чтобы покрыть расходы на получение на подключение всех тысяч клиентов 2 вопрос сколько денег нужно будет компании для финансирования проекта вот мы видим что капитал то есть инвестиции до нужно только для приобретения клиентов на подключение клиентов потому что все на все остальное все остальное мы можем покрывать уже с месячных продаж если мы в месяц получаем от пенту 20 тысяч то расходы затраты как установка как не установка аренда аренда офиса то или расходы за программное содержание они как раз покрываются уже с денег которые мы получаем от клиентов то есть инвестиции не нужны толку на а подключение клиентов и сколько денег нужно чтобы ответить на второй вопрос вот тогда 250 тысяч то для этого варианта когда мы одну тысячу клиентов подключаем самом начале сразу тогда нужно 250 тысяч собственного капитала собственных инвестиций или какого-то за заемных средств то есть нужно финансировать проект нужно 250 тысяч долларов и как толком и успешно старом подключили вот этих тысячи тысячу клиентов и мы их держим каждый месяц каждый месяц тогда уже проект сам обеспечивает свое финансирование не только обеспечивает финансирование а еще приносит прибыль носит прибыль этот придал со временем покрывает вот эти инвестиции конечно я как предприниматель не хочу только покрыть инвестиции хочу заработать то есть я надеюсь что буду успешно долго предоставлять услуги этим клиентам и буду на них зарабатывать деньги и в конце концов заработаю больше или намного больше чем эти изначальные инвестиции можем тоже уже ответить на вопрос например четыре или пять но нет посчитать сколько например компания зарабатывает денег если успешно продолжает вот этот проект успешно предоставляет услуги в течение 60 месяцев так вот тогда опять почему мы делаем этот расчет на бумаге потому что он нам помогает понимать связи взайма как взаимосвязано разные цифры и это нам позволит построить модель вексели проще чем если бы сразу приступить к разработке модели вексели так вариант 60 месяцев вот для разработаем тоже для этого для случая когда у нас одна тысяча клиентов самого начала тогда через 60 месяцев зарабатываем 60 месяцев месяцев умножаем на 9000 9000 зарабатываем чистыми после покрытия вот этих фиксированных расходов и всех остальных расходов так это у нас будет пятьсот пятьсот сорок тысяч вот и тогда минус инвестиции инвестиции за приобретение клиентов инвестиции 250 тысяч воды мы видим и всего за 60 месяцев за 5 лет наш проект заработал где-то ну порядка за грубо 300 300 тысяч или 290 тысяч долларов так мы смогли посчитать и дать ответы на вот этот упрощенный вариант когда у компании у компании сразу сначала появляется одна тысяча клиентов но чтобы дать ответы на вопросы задачи когда компания приобретает 100 клиентов в месяц вот нам будет нужно построить модель вексели но прежде чем прежде тем чем приступить выстроению этой модели вексели иногда хорошо опять на бумаге но так сказать посчитать может быть первый месяц или первые два месяца опять что для того почему мы это делаем для того чтобы мы лучше понимали все как все взаимо связано и это понимание нам позволит потом выстроить модель вексели и избежать и там ошибки или там разные недопонимания это наш так что давайте варианта теперь уже уже на будем работать с цифрами задачи то есть 100 клиентов в месяц мы добавляем и вот на на чем записывать то есть начнем с того с новых клиентов до новые 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 клиенты клиенты до их количество новых клиентов их 100 и а вот эти клиенты мы будем предполагать что клиенты сразу подключились начали месяца это тоже интересный вопрос который мы потом рассмотрим но здесь будем так полагать что они сразу подключили в начале месяца и сразу сразу заплатили вот 50 долларов за подключение мы сразу потратили 300 долларов за подключение за их подключение и они сразу уже в тот же месяц и начинают смотреть телевизор и платят уже деньги за содержание так что в excel у нас будут вот вот эти клиенты которые появились тоже нам будет нужно как-то считать или смотреть сколько у нас клиентов в целом то есть новые клиенты появляются каждый месяц но всего сколько клиентов то есть первый месяц их 100 но второй месяц будет новых клиентов 100 всего уже будет 200 до то есть всего клиентов лентов и потом в нашей модели будет продажи до продажи то есть поступление денег продажи а там затраты и прибыль ребят до прибыла вот продажи у нас этих клиентов будут но там две цифры во-первых подключение подключение до 50 долларов с клиента 100 клиентов 5000 да и уже программирование да то есть контент 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 это 100 клиентов они платят 20 это 2000 да то есть продажи всего будет 7000 7000 еще можно поставить извест всего и затраты затраты будут у нас за установку там по 300 долларов 100 клиентов это 30 тысяч установка да установка 30 тысяч теперь нам нужно платить 5000 по 5 долларов и 1 доллара с каждого клиента то есть 500 из 100 600 долларов это за программирование и фиксированные расходы 5000 5000 фиксированные расходы фиксированные фиксированные расходы потом все это выстроим в excel просто поэтому это быстро пишу то есть у нас будут вот где-то всего расходов на этих 100 клиентов будет 35600 первый месяц и с них получим 7000 7000 и видим что 30 вот этих 35600 до да и вот этих 7000 то есть это уже так 7000 дает прибыль минусуем но затрат больше то есть минус 28600 минус 28600 это как раз деньги которые мне нужны первый месяц и я должен потратить это мои инвестиции как раз на первом месяце и во втором месяце так это был первый месяц да вот так второй месяц у меня давайте напишем это здесь так это первый месяц это второй месяц у меня появилось 100 новых клиентов но всего у меня уже 200 клиентов да то есть продажи за подключение подключение только новые клиенты платят то есть опять 5000 там ничего не меняется бокс контент я уже получаю не 2000 а уже 4000 до 220 умножаем на 200 уже 4000 до да то есть всего у меня уже 9000 9000 затраты опять на новых клиентов мне нужно потратить по 300 долларов за установку то есть тех же 30000 остается потом всего у меня до 200 клиентов то есть 1200 а 5000 фиксированные расходы как раз не меняется поэтому они фиксированные то есть затрат у меня сейчас чуть больше потому что у меня больше клиентов но доходов тоже больше и даже еще больше так вот это считаем тридцать 1 2 31700 и опять минус 31700 минус 9000 27200 27200 то есть я вижу что второй месяц мне опять нужны деньги то есть я еще не знаю у меня мало клиентов чтобы покрывать все мои расходы, но уже нужно денег меньше, чем первый месяц потому что у меня уже есть клиенты эти клиенты мне приносят доход. Каждый клиент я с каждого клиента зарабатываю 14 долларов то есть чем больше у меня клиентов тем больше я зарабатываю и поэтому я потихоньку успеваю покрывать покрывать все мои расходы но я вижу что возьмет время пока выйду на ноль то есть когда-то в какой-то момент у меня будет примерно примерно 0 когда уже у меня будет достаточно клиентов чтобы все эти расходы покрывать и потом еще потом еще мне надо смотреть не только месячный прибыль для сколько зарабатываю каждый месяц а прибыль в совокупности да потому что все эти деньги я трачу первый месяц потратил 28 600 второй месяц я потратил 27 200 и так дальше и мне нужно знать сколько в совокупности потратил чтобы я знал когда я выйду на ноль то есть как в какой-то момент мой проект там начнут приносить прибыль но где-то скажем там тысячи долларов потом три тысячи долларов и так дальше и и когда я все это плюсую вот я потом выхожу в совокупности на то есть в совокупности ноль будет где-то позже а это как раз ответ на первый вопрос когда я выхожу на плюс в совокупности да когда мой проект становится прибыльным в целом вот теперь после того когда мы поработали на бумаге можем приступить и уже все разработать в экспедиции